Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. 5 июля 1294 года был избран совсем не обычный папа. Им оказался старый отшельник, известный как Петр, с горы Мурона. Слава о нем, как о новом святом, широко прогремела по всей Италии. На папском престоле он принял имя Целестина Пятого. Однако такой человек не мог разобраться во всех тонкостях церковной и политической жизни. Тяготясь своим положением, Целестин Пятый через 5 месяцев отрекся от престола. Это был первый случай подобного рода в истории папства и церкви. Радостный вернулся Петр в свои горы, где, однако, прожил совсем недолго. Его преемник, папа Бонифаций VIII, приказал тайно умертвить святого старца. 22 февраля 1300 года папа Бонифаций VIII издал булу опразднования юбилейного года. Юбилейным объявлялся каждый кратный 100 год от Рождества Христова. Папа пообещал всем прибывшим в течение этого года в Рим и посетившим римские святыни в течение 15 дней полное отпущение грехов. Для жителей самого Рима этот срок был увеличен до 30 дней. Очевидно, у них грехов было намного больше. Каждый день в Рим приходило около 30 тысяч паломников. Торговля процветала в невиданных прежде размерах. Через 100 лет в тяжелый для церкви Италии 1400 год история с массовым паломничеством в Рим повторилась. За год до этого в Европе началось движение так называемых «белых». Тысячи людей в белых рубахах шли по дорогам к Риму и оглашали в воздух криками «Милосердие». Это движение всколыхнуло толпы паломников, которые в дни очередного юбилейного года заполнили Рим, подняв его доходы и укрепив авторитет римского папы.